Поздравляю всех вас с тем, что мы собрались здесь, в нашем доме, и все вместе, и наши товарищи со всех групп в мире, и одиночки все вместе с нами. Это огромное большое событие, мы так долго этого ждали, столько работали над этим. И действительно, мы видим, что вместе с нашими усилиями, и методика сама начинает нам проясняться больше. Вообще, это замечательная методика, и период тот, в который мы с вами попали, и то, что мы удостоились такой возможности, это уже много значит. Значит, каждый из нас отмечен Творцом, каждый из нас имеет огромную точку в сердце, потенциал духовного возвышения. Каждый товарищ, он просто особенный. Мы не знаем по-настоящему, насколько высокая душа в каждом из нас находится, но мы это обнаружим. Желание высшей силы в том, чтобы мы ее раскрыли. И наука Каббала – это методика раскрытия Творца. А вот то интегральное воспитание, образование, то, что мы с вами сейчас проходим на себе, а затем желаем преподнести это миру, мы обязаны это сделать. Это то, как каждый человек и все вместе достигают уровня раскрытия Творца. При этом это не просто раскрытие, как в науке, как в нашем мире, когда мы раскрываем что-то. То есть мы остаемся такими же, и просто что-то перед нами раскрывается. Здесь совершенно по-другому все происходит. Человек входит в то, что раскрывается ему, он является его частью. Он меняется, и в соответствии с этим он раскрывает вскрытую от него ранее часть мироздания. И так постепенно, по 125 ступеням, он постепенно раскрывает, раскрывает, раскрывает все больше, все глубже. Эту огромную-огромную систему мироздания, которая сейчас от нас пока еще скрыта, но в преддверии к раскрытию которой мы находимся. Рассказывают нам каббалисты, то есть те, кто прошли на себе эту методику, как можно ее реализовать. Из своего опыта методика практическая, только то, что они раскрыли, то они нам рассказывают. Ничего в каббале не написано того, чтобы можно было там пофантазировать, предположить, допустить, а именно то, что четко раскрыто. И поэтому мы должны эту методику на себе четко реализовывать. Реализация ее заключается в том, чтобы человек начал ощущать интегральное мироздание. Раскрыть его можно только из противоположности, как все, что мы ощущаем. Свет из тьмы, сладкая, кислая, соленая, горькая и так далее. Все из противоположностей. Все наши пять органов чувств, они работают только на ощущении чего-то из противоположного ему. И поэтому и мы будем двигаться с вами, и уже знаем это по себе, в общем-то, и говорим об этом, что движение вперед, оно основано именно шаг вперед, шаг назад, два шага вперед, два шага назад и так далее. То есть всегда из того, что мы постигаем большую глубину эгоизма, тяжести, непонимания, нежелания, отторжения от ему противоположного, от связи, от подъема над ним, от любви, от выхода над собой. Вот таким образом мы это постигаем. Постижение, на самом деле, оно очень-очень неприятное, если мы будем находиться внутри нашего эгоизма. Но оно станет легким, простым, свободным, если ты четко организуешь обстановку и с ее помощью выходишь из себя, подтягиваешься под других, под окружение. И тогда весь путь становится легким. То есть, на самом деле, как говорит Борис Сулам, проблема, она психологическая. Она заключается только в том, чтобы собраться нам все вместе во взаимное поручительство, во взаимную поддержку, во взаимное включение друг в друга, над собой. Я не должен включаться в товарища, что у него там находится внутри него. Я не должен ковыряться в его личной жизни. Это вообще ни к чему. Это все мы оставляем внизу. Мы поднимаемся в тех желаниях, силах, устремлениях к Творцу. То есть, к раскрытию свойства отдачи и любви. Это взаимная поддержка и называется взаимным поручительством. Баля Сулам уподобляет это двоим в лодке, где один начинает сверлить дырку под собой, хотя от этого, в принципе, тонут оба. И говорит о том, что, в принципе, группа, она должна быть сорганизована так, чтобы все в ней понимали, осознавали свою взаимную ответственность в том, чтобы поддерживать всех над собой, над нашим земным уровнем, чтобы свойство связи между нами все время было таким, чтобы в нем мы ожидали раскрытия Творца. Просили бы Его о том, чтобы Он нас связал таким образом, потому что мы не знаем точно, как связаться вместе, чтобы Творец раскрылся между нами. Ни в каждом из нас, ни в одном он раскрыться не может, а только лишь на связях между нами. Свойство отдачи и любви, оно должно связывать людей друг с другом, а не находиться в каждом из нас. Оно всегда находится между двумя противоположными людьми. И чем больше между ними противоположностей, отторжения, отталкивания, вплоть до ненависти, как мы знаем, книга Зуар нам описывает, насколько были противоположны ученики Раби Шимуна, насколько они не воспринимали друг друга, если говорить о раскрытии в них их эгоизма, готовы были сжечь друг друга от ненависти. Это, естественно, приходит свыше. И между нами все возникающие проблемы, они приходят свыше, ничего нет личного здесь. Всё, что происходит с нами, в обычном мире, в семье, на работе, где бы ни было, это всё только лишь из-за нашего движения к Творцу. Всё, что мы получаем, как только человек входит в группу, всё, что с ним происходит, какие бы частные, личные, интимные не были бы там проблемы, это не является частными, интимными, личными проблемами. Они подставляются Творцом специально, чтобы он над этим приподнялся. в связи с остальными, на следующем уровне. И нашёл там вот это общее сопряжение, поручительство, когда он ответственный за всех, в том, что они будут держаться вместе, в своём желании раскрыть между собой, в правильном общении Творца. И он думает только об этом. То есть болеет за других. Все его переживания не за себя, а за то, что он обязан, он обязан поддерживать этот уровень. Когда он думает о них, он не думает о себе. Он вдруг перестаёт чувствовать. Автоматически весь его эгоизм уходит вниз, как мать, которая заботится о детям. Ей некогда думать о себе. Да, она думает о них. Что там с ними происходит, ей не важно, она болеет немножко, плохо себя чувствует, уставшая. Она устремлена на них. Вот так же нам надо быть устремлёнными на наших товарищей. И это очень важно не забывать. Как только я падаю в себя, всё, происходит темнота. Я начинаю думать о тысячах проблем, они сваливаются вдруг на меня, проявляются по-всякому, всё новые и новые проблемы. Всё, что угодно будет в нашем мире происходить в личных свойствах и желаниях каждого из нас, все неприятности, которые только могут быть. Мы видим это из описания пророков, из всего того, что они пережили, и каббалистов, как они писали нам. Пророки – это одна из высших ступеней каббалистов. Так вот, только лишь, когда твои помыслы все находятся в другом. И, соответственно, с этим мы можем себя проверять. Если человек начинает воспринимать что-то относительно себя, значит, упал с этого общего уровня мысль, когда все мысли, когда все его желания только о группе. То есть, мы должны понимать, что полностью уйти из себя в окружение, в группу, в связь между нами, заботиться о них и держать их на уровне, чтобы раскрылся Творец им, им именно. Это обязанность каждого из нас. В таком случае никаких проблем не возникнет ни у кого. Если они возникнут, это значит, ему надо ещё больше приподняться. В этом случае мы начинаем раскрывать, что нет никого больше, кроме него, что если не я себе, то есть не начну работать таким образом, никто мне в этом не поможет, должны быть мои личные усилия, и так далее. Вплоть до состояния, когда мы все выходим на такой уровень, и начинаем в этом общем желании, общей мысли, в общем устремлении соединяться. И вот это соединение, взаимная забота только о нашем общем уровне, она и называется единым сердцем. А мы в таком случае называемся товарищами. Хавер от слова хибур, связь. Потому что именно на этом уровне мы только и можем связаться между собой. Общей нашей заботой, общими нашими намерениями. И когда мы завершим вот это состояние взаимной заботы только о нашем общем высшем уровне, где мы желаем раскрыть Творца для того, чтобы ощутить, какое наслаждение мы Ему даем, на этом заканчивается наш первый этап поручительства. Так что же такое поручительство? Первый вопрос к вам. Напомним еще только о том, как мы должны соединяться. Правила соединения, правила группы, правила обсуждения, семинара, они исходят из поручительства. Каждый считается словами другого, подчиняет себя остальным, желает добавить к другим, ни в коем случае не критикует, как бы ему ни казалось, что это неправильно. Это все его личными мыслями. Никакого контроля, никакой критики. Полностью принимая все, что говорит товарищ, сливаясь с каждым из них, объединение в разговоре, в обсуждении является средством для нашего вот этого подъема. Прошу вас. Что же такое поручительство? Отвечаю на вопрос, что такое поручительство. У меня нет... Наверное, я бы начал с того, что это некая такая взаимная ответственность за состояние другого человека, что я должен принять это состояние, его состояние как свое, и стараться в этом его состоянии максимально его поднимать, наполнять и возвышать. Постоянно находиться в заботе о нем, когда сказали, как мать о ребенке, когда она заботится о ребенке, она забывает о себе. Именно вот в эту заботу я должен погружиться. Поручительство, я думаю, кроме всего, что было сказано, это такое ясное, четкое осознание всеобъемлющей интегральной системы, где каждый связан со всеми, все связаны с каждым, каждый зависит от всех, все зависят от каждого, и это выглядит таким образом, как тело человека и клетки, когда работа, то есть нету никакой другой работы, как на весь организм, на все тело, на весь мир, на всех людей, и от этого осознания, тоже из мелкого такого индивидуального, оно просто не может быть, оно тоже всеобъемлюющее, глобальное, всехватывающее. Поручительство это нечто, это некое пространство, некий прямо целый мир, к которому мы приходим, который существует над нашими индивидуальными проблемами, над нашими индивидуальными трудностями, это там, где мы все вместе, там, где мы чувствуем все вместе, там, где мы живем одной жизнью. И вот нам удалось немножко, кому-то больше, кому-то меньше, но я надеюсь, что всем это вошло в сердце вот на последнем конгрессе в Араве, и поручительство это то, чтобы мы все время возвращались и старались перекладывать все силы, чтобы быть в этом мире, быть в этом ощущении друг друга. Поручительство это особое понимание, чувство, свойство. Если ты раскрываешь, тогда ты в этой системе. Если ты не раскрываешь, ну, не сознаешь, не понимаешь, не слышишь, тогда ты так же сам, но ты чувствуешь, как страдание. Поручительство это самое важное, это осознание, что я действительно в связи между всеми. Я наполню, действительно, поручительство это взаимосвязь между нами. Я могу, как говорится, обнулиться, и я знаю, что бы со мной ни случилось, товарищ всегда это поймет, поддержит, и аналогично и наоборот с товарищем, в каком бы он ни был бы состоянии. Я попробую его понять и своей взаимосвязью тянуть его дальше. Поручительством называется такой вид объединения, целью которого является поддержание величия высшей управляющей силы. Ну, поручительство это, когда независимо от того, что происходит в жизни, ты связываешь это с тем, что Творец дает для того, чтобы ты все-таки над этим думал о товарища, об общем единстве, чтобы у товарища были силы включаться в это, чтобы они могли поддерживать это общее объединение единства, которое постоянно меняется путем, Творец подбрасывает, так сказать, в каждого какой-то еще видит еще, и каждый друг о друге думает, чтобы у этого товарища были силы держаться друг друга, держаться единства, держаться для того, чтобы раскрыть в этом единстве Творца и увидеть, как он наслаждается. Я бы еще дополнил, что фокус и фишка, так сказать, поручительство в том, что я переношу фокус себя на остальных. То есть я как бы начинаю жить в других людях, я начинаю заботиться именно о них, начинаю заботиться об их желаниях и заботиться об их потребностях. И всем своим видом я показываю, что их желания и потребности для меня намного важнее, чем мои желания и потребности. И, соответственно, начинаю их вот в этом во всем поддерживать. И еще хочу сказать, что эта штука должна быть взаимная, потому что если мои товарищи, мое окружение не будет демонстрировать мне то же самое, у меня не будет сил прикладывать вот эти усилия. Это на примере клетки, которая знает о связи всего организма, о каждой клетке, которая находится в этом организме. Также и каждая клетка знает обо всем. Именно вот эту связь мы хотим выстроить. Да, это такая красивая картина. У меня есть какие-то необходимые потребности, какие-то базовые желания, из которых я не могу. И если товарищи полностью их как бы наполняют, выполняют, что же делать тогда мне? Мне остается только выйти из себя и жить в них. И это вот такая интересная, всехватывающая сеть, которая вот именно тем, что люди живут на пересечении, на связи, в этом мире между, они привлекают некую особую силу, силу любви, которая входит в их отношениях и меняет их жизнь. Попробую продолжить. Поручительство, мне кажется, это смещение фокуса нашего внимания для того, чтобы прокачать жизнь каждого из нас через это общее пространство единства и любви. И сделать так, чтобы мы все время в него возвращались в любой ситуации, в любом состоянии. Мы все время возвращались и поручительство также в том, чтобы приложить максимум усилий, чтобы организовать вокруг себя все то, что тебя будут возвращать в эту точку единства. Поручительство это система, которая восполняет сама себя. Саморегулирующая, самобалансирующая система за счет каждого, когда каждый осознает всю систему одновременно. есть участником каждой части, но с одной стороны он исполняет свою малую долю только из всего гигантского организма, но осознает важность и взаимосвязь влияния свою на всю систему одновременно. Поручительство это необходимые условия для духовного объединения и единства. ну да, видимо конечным итогом поручительства является выход в одно общее какое-то состояние, где не существует я, а существует что-то единое. поручительство как итог и вот когда что не происходит я с помощью товарищей, с помощью поручительства вижу, что это делает творец и он делает это для того, чтобы я мог каким-то образом ту часть себя, где я нахожусь в поручительстве, где я нахожусь в заботе о товарищах, усилить относительно той части, которая есть вот там обычное так сказать животное. почему именно поручительство взаимное поручительство оно является средством достижения творца, раскрытия творца, подъемом к нему и так постоянно на всех 125 уровнях развития эгоизма поднимается наш эгоизм а мы над ним в общем поручительстве поднимается он еще больше и мы еще больше над ним поднимаемся во взаимном поручительстве то есть практически у нас нет ничего другого никакого другого состояния которого нам надо достичь кроме как поручительство почему именно вот поручительство собирает в себя все такие условия в котором в которых мы становимся подобными творцу что в нем есть может быть что-то в нем не хватает почему поручительство между нами приводит нас к состоянию подобия творцу и тогда раскрывается он прошу я думаю что поручительство это условие для раскрытия творца из-за того что как мы только что обсудили что это как бы взаимная ответственность которая позволяет мне выйти из себя то есть я начинаю искать себя в других и поэтому вот этот вот выход позволяет мне немножечко уподобиться по свойствам с творцом творец как бы тоже заботится обо всех остальных и по сути не заботится о себе и поэтому вот в этой работе каждый раз видимо и происходит вот этот подъем те препятствия которые возникают они возникают лишь только для того чтобы мы все вместе могли подниматься мы они возникают лишь только для того чтобы мы еще глубже углубились еще сильнее связались и выстроили вот эту связь да главное здесь это вот это движение навстречу другим движение от себя стремление жить в других людях жить в их желаниях и таким образом приобрести всю вселенную весь мир и вот это поскольку она встречная и каждый как бы не как бы а сказал что да я поручаюсь за всех и все поручаются за каждого то вот вот это сплетается сеть взаимной заботы и просто по закону подобия она постепенно по мере усилий когда преодолевается очередной там рост эгоизм еще очередной по мере вот этих вот усилий они это общая сеть привлекает высшую силу силу любви отдачи вся наша реальность делится на две части одна часть там где мы разделены друг с другом и там где не хватает света творца и там где мы его не чувствуем и другая часть реальность в которой мы все вместе там где мы сливаемся в одну единую душу и тогда эта душа раскрывается для света творца и наполняется а вот этот вот переход это всегда просьба к творцу это всегда молитва и мне кажется что каждый из нас когда старается поддержать это поручительство и подняться в эту точку, слиться, вопреки того, что с ним происходит в этой разделенной реальности. Ему все время приходится обращаться к Творцу, все время приходится, или не приходится, а хочется обратиться к Творцу, чтобы он помог ему подняться туда. И вот это каждый раз, каждая просьба, это маленький какой-то квант света, маленький квант связи с Творцом. В противстве есть особое свойство в том, что оно на сто процентов является неподобием, а есть следствием самого Творца. Тобто, если каждая частичка всего всей системы осознает, что они связаны, именно осознают, воспринимают в полной мере этой самой же связи, они являются тем же Творцом, потому что у Творца нет неразделенной части. Каждая часть, даже слово часть не связано с ним, она, эти частички человека воспринимают ее в полной объеме, тогда это и есть само раскрытие Творца, это воплощение Творца, потому что каждый на сто процентов, ну, в той мере возможности бесконечные, которые есть, и стоит, и стоит, и своим Творцом. При поручительстве получается такое волшебное действие. Ты обнуляешься, товарищ у тебя великий, одновременно он обнуляется, ты для него великий. И в результате этого действия наше сердечко, наше сердечко, которое как бы покрыто вот этой коростой, неискренностью, оно вот этот кожух себя сбрасывает, и получается, что мы готовы при этом действие поручительства в товарищи видеть действие Творца. Добавляя товарища, надо сказать, что одним из условий достижения этого поручительства является условие принятия формы Творца в минимальном виде. Поэтому ну, а когда ты принимаешь форму подобную Творцу, естественно, это и раскрывает Творца. Почему именно поручительство является средством достижения Творца? Ну, поручительство это средство, которое позволяет мне каким-то образом работать с тем с теми желаниями, с тем, что раскрывается, с тем, что дает Творец в этом мире. Потому что иначе либо я там, либо я в поручительстве, либо я думаю только о себе, либо я думаю о товарищах. Если я думаю только о товарищах и живу заботами товарища и забочусь о товарищах, тогда я не думаю о себе. И тогда то, что раскрывается, раскрывается именно для того, чтобы я был в поручительстве. И это является ступенями или является путем работы для того, чтобы было такое раскрытие у каждого товарища желания получать, чтобы над этим мы смогли все-таки раскрыть Творца и увидеть, как он наслаждается. Когда мы отрываемся от себя и входим в ощущение «мы», в поручительство, мы ощущаем себя совершенно в новом объеме, на новом уровне, в новом пространстве. Нет ничего личного, пропадает ощущение тела, пропадает ощущение этого мира. Мы перемещаемся как бы в новое такое пустое пространство, в котором существует только моя забота о группе, и там я встречаю те же встречные желания, устремления своих товарищей. Как можно описать это состояние? Попробуйте его чувственно описать. Дополните друг друга. Да, вот это вот именно последняя такая подсказка «дополните друг друга», она прям переключила меня на это. Что здесь весь эффект в том, что моя, допустим, я 0,1, да, а все остальное 99,99. То есть буквально включение в это позволяет настолько дополнить всю мою картину реальности, то есть дополнить до совершенства. И в этом вот уникальная штука, когда я смотрю в своем маленьком магиистическом восприятии и вижу тут, ну, нечто неисправленное. Но в тот момент, когда я включаюсь в поручительство и включаюсь во всех товарищах, я в десятки раз, ну, то есть, видимо, на то количество раз расширяю все свое восприятие, насколько могу приложить вот эти усилия по включению в поручительство с товарищами. Когда мы отрываемся от себя, чувствуем в новом объеме, не ощущаем мира, тело, где есть только моя забота о группе, и есть такие же устремления товарищей. Как это описать? Когда каждый взаимовключается, мы получаем впечатление и эмоции, потому что лишь во мне нет этих качеств. И именно через взаимовключение мы получаем то топливо, которое помогает не просто нам продвигаться, а видеть объемную картину. Такая картина возникла, ну, в жизни мы хотим хорошего, доброго. Вот в этой интегральной картине поручительства, если я этого хочу, то я не напрямую как бы себе тащу, а я вкладываюсь вот в эту связь, в людей, в эту силу, в мир, короче, вкладываюсь. И вот эта интегральная система, она сама решает в итоге, как бы, кому сделать хорошо. Может быть, я вкладываюсь, вкладываюсь, а хорошо будет там другому. Так это меня радует, потому что я уже живу не в себе, а живу в другом. Если же я делаю что-то плохое, тоже интересный расчет. Расчет делаю не я, расчет делает сама интегральная система. Не то, что мне потом будет плохо. Может быть, будет плохо кому-то другому, но это другое, это уже есть я, и поэтому плохо мне. То есть вот такая какая-то удивительная картина, что между мной, между моей мыслью и тем, когда ко мне вернется, между этим уже стоит весь мир. Если раньше я как бы напрямую действовал сам с собой, чпок-чпок, и все, ничего нет, и зачем, то здесь вот посредник между началом моего действия, моей мысли и концом становится весь мир, все люди. Мне кажется, вообще сама по себе идея о том, чтобы попытать чувственно описать то, что это происходит, она сама по себе какая-то очень воодушевляющая, и если честно, сама по себе разрешение себе описать ее, или скажем, почувствовать ее, ну, какое-то совершенно новое состояние приводит. И мне тут же вспоминаются вот эти состояния, когда мы были в Араве, и, ну, за весь Конгресс мы проходили такие состояния, иногда они тянулись не мгновение, а были растянуты буквально на часы. Вот, и если вот для меня вот это как-то сегодня стало символом вот этого поручительства, ну, по крайней мере, то, что я могу себе представить это. Вот, и мне так показалось, что это просто совершенно новое какое-то огромное пространство, где оно настолько хорошее, светлое, но если ты начинаешь присматриваться, ты понимаешь, что все это пространство состоит из товарищей, то есть тех людей, которые тебя окружают. Вот, там нету ни лиц, как бы нельзя выделить кого-то конкретно, но ты понимаешь, что ты там присутствуешь как маленькая микроскопическая точка, просто как в гостях у огромного-огромного мира, состоящего из абсолютно добрых, абсолютно открытых, преданных товарищей, ну, и, ну, какой-то мир совершенно потенциальных, фантастических возможностей, где тебе, что бы там ни захотелось, оно все у тебя будет. Но тебе ничего не хочется, кроме того, чтобы этот мир просто существовал, и ты готовы делать что угодно, чтобы это продолжало существовать, и для того, чтобы эти товарищи могли там быть, и Творец там мог раскрываться. Это особое, когда мы поднимаемся и ощущаем эту систему, это действительно особое пространство, в котором ты не воспринимаешь личности, ты воспринимаешь это свойство, это стремление, стремление к единству, стремление к тому, чтобы восполнить, хотя все совершенно, и каждый раз, каждое личное движение, личное стремление к движению, потому что только движение внутреннее, оно является самой, как бы, как некой особой восполняющей системой. Это внутреннее движение, внутреннее стремление, это и есть движение, то вечное восполнение, вечный механизм, вечный двигатель. Мне кажется, здесь ты начинаешь чувствовать кусочек бесконечности. Ты отдаёшь товарищам всё, ум, любовь, она как бы из тебя её всё высасывает, но одновременно она моментально к тебе возвращается, только не в сто, не в десять, а вот именно её даже нельзя измерить. В бесконечных ты становишься, как бы выпил волшебный напиток, ты становишься сильнее, все чувства обостряются бесконечное количество раз, сложно измерить, не в десять раз, а вот даже не могу сказать во сколько, и ты чувствуешь вот это чувство, что ты можешь всё, оно покоряет. Ну, поручительство, как бы о нём можно говорить, когда ты в нём не находишься, ты можешь как-то представлять себе. Когда человек находится в состоянии поручительства, он уже не может об этом говорить, потому что он сливается с этим состоянием, он начинает жить этим состоянием. И я думаю, что основным, ну, основным и признаком этого состояния, когда у, даже не знаю, как это назвать, у души, у точки в сердце, у чего-то, ну, что не похоже на нас, есть всего лишь одно стремление, связать все желания, которые в единую систему, все желания, которые стремятся к раскрытию высшего источника, высшего наслаждения в единую систему. Это как бы единственная цель этого элемента. И в какой-то момент эти желания раскрывают, что они любят этот элемент, который является центром самой системы. Как это описать? Ну, где встречается устремление товарищей, ну, это... Ну, писать можно как-то аллегорически, может. Как будто ты... Поручительство, это когда ты плывешь, голова у тебя над водой, и там, где есть товарищи, там, где есть цель, там, где есть важность цели, там, где есть только забота об этом, о том, как же товарищи придерживаются расписания, как же определить их важность, как им усилить эту важность. Как, ну, когда постоянно в важности цели, постоянно в заботе о товарищей. И когда уходит, когда что-то, кто-то тебя дергает вниз туда, в воду, этот ворец дает еще больше, еще больше, чтобы преодолел, для того, чтобы... Ну, чтобы ты прибавил поручительство, чтобы товарищи... Если мы достигаем настоящего поручительства, ощущение вот это над нами, этой некой общей плоскости, нового пространства, где все мы ощущаем, в общем-то, побуждения друг друга, направленные на группу, на объединение, на между нами, то внутри, если это поручительство правильно собрано, в нем возникает потребность именно обратиться к высшей силе, войти с ней в контакт, начинает ощущаться в поручительстве желание подняться к ней, дать ей насладиться, дать ей возможность войти в контакт с нами. Это естественно происходит. По нисхождению снизу вверх ступеней, так ведь зарождается, это рождается все сверху вниз. Так же и возникает от нас вот это движение снизу вверх, и решимод, эти информационные гены, которые находятся на всех этих ступенях, они начинают срабатывать. И мы вдруг начинаем ощущать между нами такую пустоту, что нам необходимо к ней добавить устремление к ощущению взаимности с высшей силой. Как Вы себе это представляете? Пожалуйста. Ну, я представляю это себе следующим образом, что я пытаюсь сделать что-то, пытаюсь сделать какие-то действия, пытаюсь найти вот эту точку контакта, но сам я это сделал... То есть правильный баланс между нами на уровне поручительства, когда мы приподнялись над своим эгоизмом, и правильное взаимоотношение между нами, правильный баланс, рождает желание к высшей силе. Дать ей наслаждение, дать ей возможность раскрыться в нас, войти с ней в контакт, в связь. Как бы рождает поручительство уже между нами, всеми объединенными, и ею, этой силой. Прошу. Ну, наверное, да, вот этот баланс между нами и им, это, скорее всего, в ощущении того, что есть совпадение по свойствам. Вот мы чуть-чуть стали ближе к этой высшей силе, на какой-то минимальный уровень, и из этого минимального уровня у нас уже есть потребность и достичь следующего уровня. То есть на этом минимальном уровне мы начнем ощущать маленький недостаток, какой-то недостаток в ощущениях, но недостаток этот наполнить мы уже сами между собой не можем, а может наполнить только нечто третье, которое будет вот этой высшей силой, творцом. И когда этот недостаток от этого рождается в нас, то у нас рождаются просьбы, и тогда, собственно говоря, приходит эта сила и восполняет этот недостаток. Именно тогда, когда мы поднимаемся на всеми состояниями, которые у нас возникают, мы раскрываем нашу связь, нашу любовь, нашу ответственность в нашем поручительстве. И это приходит в соответствии с подобием свойств, которое спускается свет, и именно он нас соединяет, именно он раскрывается в нашем желании. Что еще можно добавить? Я вот люблю своего ребенка, для него я бы хотел, чтобы у него были все блага, чтобы он не болел, и это ему, и это, и это, вообще все. От этого я наслаждаюсь. Теперь я представляю, что я люблю вообще, что я люблю группу, товарищи, так я бы им все отдал. Я ловлю их желание, я как губка впитываю их, я готов все им дать. Ну как? Я вынужден там на работе работать, я вынужден это, я вынужден это. И кроме того, а что у меня есть? А что я могу дать? Я могу им дать важные цели, но в конечном итоге я чувствую себя уже как некий такой пылесос, который просто обязан втянуть вот эту вот высшую силу, вот этот свет, это изобилие любви и добра, чтобы наконец-то этим товарищам передать. Просто если постоянно в этом движении мы упражняемся встречным, то вот нету иного какого-то выхода, нету иного пути, как просто прийти в сердце вот этого ощущения, что ну где, ну давай, ну пропустим через себя и раздадим всем. Мне кажется, в этом отдельном пространстве, где мы поднялись все вместе и соединились в одно единое поле, там у нас остается только одно желание, и это самое важное желание, это насладить Творца. И оно там не создается в виде, мне кажется, сопротивления какого-то или подъема, оно там возникает в нас самым естественным образом в результате того, что мы просто соединены, в том, что мы вместе. И вот это само вместе, оно и создает желание насладить Творца в виде благодарности, в виде трепета. Ну, сложно, наверное, вообще нету, наверное, каких-то слов, которые могли бы эти чувства писать на человеческом языке. Но тем не менее, это нечто такое, что как мечта, которая движет человеком вперед, вот эта мечта как будто раскрывается, и мы все вместе как одно устремляемся к Творцу, чтобы быть рядом, чтобы наслаждать его, просить его быть наполненными ими и, наверное, передавать это дальше. Я думаю, это желание, которое возникает естественным образом. Не знаю, были слова всеухой сразу же. Это чувство единства, которое порождается самым рвотом, это обязанностью, этим просьбой. Там порождается особое желание, которое стараюсь наполнить, ну, как можно наполнить то, что уже совершенно самовосполняемо самой же системой, которую мы строим. И в этот момент ты осознаешь, что чего-то не хватает, ты не можешь восполнить это все. И в этот момент также желание, потому что, почему не можешь вспомнить, потому что ты ощущаешь всю эту глубину, всю систему одновременно, и ты понимаешь, что она не соответствует той высшей, которой ты действительно знаешь, что существует. В этот момент возникает просьба, возникает просьба к высшему для наполнения своей части. Ту часть, которую ты ощущаешь как свою, эти внешние части, но ты их уже не представляешь как внешние, ты их видишь как свою самую личную часть, самую дорогую, ближе, чем ребенок, ближе, чем как самого себя видишь, даже больше, чем самого себя, потому что уже не считаешь своей личностью как самого себя, а только лишь наполнить, и в этот момент возникает просьба, просьба в наполнении ближнего. Получается эффект, что, как вы сказали, ты превращаешься в проводник. Но проводник не простой какая-то смесь, а проводник чистый, без смеси, который как бы сделали в вакууме. То есть, через него может проходить бесконечное количество этой энергии, блаженство, бесконечное, и он не насыщается, он ее сразу передает, то есть, в мире насыщается и отдает ее другому. И вот это вот похожее свойство, похожее свойство с Творцом. Подобные свойства брать и передавать другим и одновременно насыщаться этим. По сути, добавить уже больше нечего. Попробую добавить по форме. Вот, чтобы в системе такую представить, можно представить систему женского организма, сбалансированную, которая потребляет определенное количество жизненной энергии для своего функционирования. И вот в этом организме появляется зародыш, который начинает требовать большего потребления жизненной энергии, и организм вынужден ее потреблять не ради, ну, как бы, это не ради себя, а ради поддержания баланса, так называемого. То есть, потребляет дополнительное количество жизненной энергии ради поддержания баланса всей системы с этой добавкой. Что-то такое. как в состоянии правильного баланса поручительства, мы, ну, естественно, возникает желание обратиться к Творцу. Ну, я думаю, что когда мы все-таки с помощью друг друга, с помощью усилий приходим к состоянию, где встречаемся только с потребностями, ну, как встречаемся с устремлениями товарищей, где мы находимся в поручительстве, тогда я думаю, что вот эти вот тот процесс энергозатратный, он приводит, может быть, к тому, что возникает какая-то неуверенность, может быть, страх о том, что мы не сможем это удержать. И тогда автоматически мы, конечно, можем обратиться к дополнительной силе, кто может это сделать. К Творцу. Для того, чтобы он... Как только мы достигаем более-менее какого-то уровня поручительства, или даже не достигаем, но как-то, может быть, замешкались и оставили его, может быть, кто-то упал, и мы этого не чувствуем. В общем, как только или мы достигли этого состояния, или мы его не достигли, но что-то нам помешало, задержались в его реализации, сразу же в нас возникает новый уровень эгоизма. Раскрывается в нас новый уровень эгоизма, более низкий. Так, соответственно, с тем, как мы падаем, так мы должны подниматься, еще падаем, еще подняться. Тот уровень эгоизма, который раскрывается, он дает нам необходимость в еще большем укреплении в поручительстве. Очевидно, мы не были, может быть, достаточно чутки к его реализации, или, может быть, реализовали, но не полностью, а, может быть, реализовали абсолютно полностью, значит, надо нам еще выше подняться, в соответствии с тем, в общем, или здесь появляется восхождение двумя путями, или путь страданий, когда раскрывается эгоизм дополнительно еще до того, как мы, на самом деле, реализовали поручительство, потому что мы замешкались, что-то перестали его реализовывать, еще что-то произошло, или путь света, когда мы его реализовали, и нам нужен следующий уровень уже, соответственно, с нашим постижением. Но в любом случае возникающий новый эгоистический слой в нас, новые эгоистические желания, отторжения, слабости, падения, все они возникают для того, чтобы подстегнуть нас, поднять нас на более высший уровень. Как мы, используя то же поручительство, действуем в состоянии падения? Вопрос. Как состояние поручительства помогают нам реализовать падения правильным образом? Проблематично начинать, потому что некого продолжить. Вот. Но я думаю, что здесь все зависит от того меры включения в общество, в окружение. если хотя бы в минимальной степени ты подключился к этому окружению, потому что все окружение, вся система не может упасть вся одновременно. То есть есть по-любому какие-то части на подъеме в этой системе. И мне нужно быть таким образом связанным с ними, чтобы вот это мое отсутствие, мое падение, они почувствовали. И тогда они могут как бы вытащить меня из этого состояния. И в свою очередь я должен развить себе в этой системе проучительность в такую чувствительность, чтобы когда какая-то часть из этой системы, какой-то мой товарищ упал, в этот момент как я обязан заботливо подхватить и вывести на новый уровень. И вот чтобы развить вот эту чувствительность, я хотел привести пример. Вчера, когда мы возвращались от Саралы, я уже перед остановкой я задремал и уже такая слабость, усталость навалилась. Все вышли, я думал, куда-нибудь присяду и посижу подремаю. И подходит товарищ, говорит, ты что такой? Я говорю, да я уже сплю там. Он говорит, ты что, нет никакого состояния такого слабости, надо включиться в группу. У меня тут возникло огромное желание, а что же надо сделать-то? Здесь подошли товарищи, они просто вытянули и всю дорогу я потом думал о том, что лишь бы не выпусти из этого окружения. Ну да, что такое падение? падение это когда какой-то элемент системы, какая-то частичка, о которой все заботятся, потеряла на какое-то время, и добавилась сработа именно ей почему-то, и она потеряла вот это ощущение связи с другими, и ощущение вот этой необходимости связи с высшей силой. Это почему именно эта частичка там, допустим, мы не знаем, но как бы это даже назвать падением падение падение это как-то вызов некий да, всей системе всем, чтобы как-то отработать таким образом вот эту добавку, чтобы это привело к еще более глубокому уровню связи и к еще более тесному контакту, большему подобию с высшей силой. Мне кажется, что для того, чтобы в состоянии падения выходить легко и быстро или не задерживаться в них или не задерживать не дай бог окружающих, для этого каждый раз, когда мы находимся на подъеме в состоянии единства, связи друг с другом, необходимо попробовать перебалансировать и перегруппировать вообще всю систему, включая наши физические скажем механизмы, связи друг с другом, какие-то способы, навыки, которые более соответствуют тому уровню, на которые мы поднялись. Потому что то, что мы практиковали лет 10 назад и то, что сегодня это совершенно разные вещи, и они очевидно соответствуют разным уровням нашего объединения. И мне кажется, что как только мы достигли какого-то уровня, мы сразу же должны между собой создавать такие союзы или какие-то способы придумывать, которые позволят удержаться, укрепиться на том уровне, на котором мы находимся. То есть, как бы, знаете, как этот, как там зацепилась мышка там когтиком, все, она уже обратно не идет, все, вот с этого места дальше мы не будем. И мы начинаем создавать и совместно придумывать, как же мы будем удерживаться именно на этом уровне, ни в коем случае не слетая в самый низ. поручительство на то и на поручительство, которое, то, что поднимает и восполняет ту часть, которая по каким-то неким особым причинам не смогла находиться на том же уровне соответствия. Все остальные части просто компенсируют все необходимое. Но на этом нужно сообщить всей системе, каждому товарищу о том, что нет возможности продолжать на том же уровне. Только тогда это поручительство восполняется. Нужно сказать о том, что нет возможности продолжать. Только тогда товарищи начинают тебя поддерживать. парадокс, но падение это продвижение. И это надо понимать, что если долгое время тебе хорошо, ну, может быть, задумываться надо, а падения нет, но, наверное, ты все-таки остаешься на одном месте. и когда оно происходит, когда оно происходит, первое, конечно, нужно говорить, что ты продвинулся, хотя у тебя все, все говорит обратно, тело говорит, какой продвинулся, все противно, все это, но нет, ты говоришь, этот фокус не пройдет, я знаю, это обманка, я продвинулся, ну, а вытащить тебя должно, конечно, вот это вот поручительство, опять к нему идти, у тебя сердце закрылось, опять это коросты, у тебя все, чувства твои все закрылись, идти в поручительство, когда все это тебе начнет открываться, есть такое свойство в поручительстве, открываться, и ты возвращаешься к жизни. Ну да, опять же, трудно что-то давать по сути, но по форме просто можно взять растительную систему, которая находится не просто в равновесии, а в динамическом равновесии, и любое проникновение, скажем, в эту систему извне элементов нарушающих и динамического равновесия не ослабляет эту систему, во-первых, она ее усиляет, а еще больше, она еще расширяет ее влияние этой системы, потому что система начинает работать на восстановление этого равновесия, получая дополнительные навыки, способности, тем самым увеличивая рел своего обитания и влияния. Так что... Как мы используем поручительство в состоянии падения? Ну, прежде поручительство я использую тем, что до падения я позволяю группе полностью влиять на себя, то есть мое... то есть группа может делать со мной все, что хочет. Первое, второе, я должен отдать полностью все группе, имеется в виду намерение, то есть полностью отдать себя в поручительство. И тогда, когда приходит это, ну, поручительство каким-то образом волшебным, не знаю, действует на тебя, потому что иначе, если я не позволю это делать, никто на меня не подействует. если мы, если мы, как бы подписали между собой договор о взаимном поручительстве, приподнялись над собой, начали ощущать себя, ну, хотя бы в какие-то мгновения, соединенными вместе на более высшем уровне, выше нашего мира, в воодушевлении, в устремлении вперед. Ну, и вдруг наш какой-то один товарищ, допустим, падает. Мы должны между собой понимать, что это не просто он упал, это нам дали всем сигнал о том, что мы должны начать новое возвышение вместе с ним. То есть, дело не в товарище в самом, а дело в том, что в этом нашем общем поручительстве возникло новое эгоистическое желание, помогающее нам приподняться больше. Значит, что мне надо сделать и всем моим товарищам относительно того, кто проявляется сейчас, ну, случайно, допустим, кто-то из нас, конечно, не случайно, но на него упало это падение. Нам надо спуститься к нему на его же уровень, говорить его же словами, согласиться как бы с ним, сохраняя между собой наш уровень, спуститься к нему одновременно, соединиться вместе с ним. Когда мы соединяемся вместе с ним, мы можем начинать его подъем. И тогда уже проходя тот уровень, на котором были, еще и дальше начать подниматься, благодаря тому, что спустились к нему, можем подняться еще выше, чем до того, как начали к нему не сходить. То есть, любое падение нашего товарища, мы должны понимать, как издомно-то как, возможность свыше подняться еще выше. Вот обговорите только быстренько, каким образом, когда падает кто-то, как мы вместе должны спуститься к нему, соединиться с ним, чтобы он понял нас, чтобы мы не говорили высокими словами, а вошли в его состояние, как будто мы в таком же состоянии находимся. И подняться вместе наверх и еще выше. Прошу. Да, это на самом деле непросто. Здесь должна быть особая чувствительность к товарищам. И я должен очень хорошо изучить всех своих товарищей, чтобы понимать, как на каждого из них я могу воздействовать. Потому как у любого товарища есть определенная точка, воздействуя на которую, в любом случае, как бы можно с ним объединиться и уже немножечко разговорить и почувствовать, что с ним происходит, и все вместе его уже вытаскивать на следующую ступень. И это достигается, изучение вот этих точек, благодаря этой взаимной работе между товарищами на семинарах или в какой-то другой работе, на работе по распространению. Нужно, чтобы каждый товарищ нашел в каждом вот эту маленькую точку воздействия на него, которая бы на 100% эффективно била как в состоянии падения. Чтобы эффективно вот это работало, мы знаем о том, что в группе кто-то более связан между собой, кто-то менее, и группа должна собраться и решить, кто больше связан с этим человеком выстроить такие контакты, выработать механизм, что мы должны сделать для того, чтобы связаться с ним и выработать, вот как говорили, чувствительность для дальнейшего нашей связи. первое движение было опуститься группой до товарищей, который упал. Я думаю, это не просто прийти к нему, это прийти и каким-то образом через те точки, в которых говорилось, разговорить его и слушать, и слушать, и показывать, что мы вместе с ним. Вот в этих проблемах, какой бы он ни был, мы безусловно принимаем и любим его таким, какой он есть, не требуя как бы ничего. Это первое движение, просто вот показать эту связь, эту сеть, и сердце товарища не железное, он поймет, что он как-то оно вспомнит уже. А потом вторым движением, это, конечно, каким-то образом тоже через определенные точки, и у каждого товарища они свои, как-то увлечь его вот это, то, что мы называем величие важной цели, в том проявлении, в котором этот товарищ, это ему как бы вот ближе. Как бы я хотел бы присоединиться ко всему, что сказали, и добавить также то, что здесь существует еще одно измерение, это то, что мы не всегда видим того, кто в каком состоянии находится. А даже когда мы пытаемся это сделать, даже по своему собственным ощущениям, могу точно сказать, что зачастую это как бы не совсем совпадает. И в связи с этим, когда мы опускаемся к человеку, мы просто находимся на уровне хороших человеческих отношений, мы пытаемся вот эти точки найти на уровне обычной психологии, или, скажем, там, где человек может быть в падении. А когда мы пытаемся все вместе подняться, мы в любом случае поднимаемся в точку единства, это где-то далеко, далеко в высоте. Мне кажется, мы можем все время работать и находиться в этом, в этих состояниях, находиться постоянно. То есть, чтобы мы все время находились единственными, но наша голова не ныряла вниз. А на уровне взаимодействия между собой все время, почему мы должны подходить и говорить человеку о том, что для него важно, только тогда, когда ему плохо. То есть, на физическом уровне. То есть, почему бы не говорить так с людьми, общаться между собой все время? Почему бы не воздействовать на эти точки все время, а головой все время находиться в единстве и в поручительстве? Мне кажется, тогда это создаст такую структуру, которая вообще будет не падающая. проявить, увидеть падение невозможно во внешнем, и ты ощущаешь его в внутреннем, личном своем свойстве, если есть поручительство между нами. И тогда ты чувствуешь, что нужно восполнить для всех, не лично для него, а для всех, потому что восполнение всей системы дает восполнение всей частей. Так он подписал этот договор Брид, Союз, он все равно стал этой частью системы, он стал этой частью связи. И это восполняет его и всех. Нужно чувствовать всю систему одновременно. Невозможно по-другому ощуть внешний кли. Ты чувствуешь всю систему, движение всей системы. Раф очень тонкий психолог. Этот вопрос меня уже месяц грызет. Он подсподный. Он сейчас бы как бы его вытащил у меня изнутри и на всеобщее обсуждение, на группу. Вопрос такой очень классный. Когда товарищ падение происходит дырка в нашей группе. Мы замечаем, почему-то принято замечать тогда человека, который когда-то или он уехал, или ушел, или еще что-то. И ты сразу видишь, что он был связующий звено. Образовалась дырка. Он столько выполнял какие-то вещи, действия и так далее. Естественно, группа начинает как резина, как каучук, эту дырку затирать, делать опять это единство. Но в это время, естественно, все товарищи об этом увеличивается количество внимания. И идет переоценка, как вот он, а почему это, а иначе где-то ты недоработал или где-то. И вот это действительно усиливает парадокс, но вот этого падения товарища усиливает единство группы. Именно самоанализи вот этих всех вещей. А что я сделал не так, а что я сделал так и так далее. И внимание, конечно, к товарищу увеличивается намного. И я думаю, раз у нас поручительство это взаимодействие между нами, конечно, он это взаимодействие чувствует. Ну да, хочется привести пример какого-то, не знаю, ну, отряда альпинистов, что ли, скажем, или людей, прибирающихся к какой-то цели. И каждый вот идет к этой цели, у каждого за плечом, за плечами какой-то вот мешок с разными принадлежностями тяжелый. И вот кто-то подвернул ногу, захромал. Ну, что делает этот отряд? Цель-то у отряда одна, и вот каждый берет на себя часть груза, нужно этого человека разгрузить, иначе не он не сможет дойти, и весь отряд не сможет цели добиться, дойти, потому что все это необходимо. И вот готовность каждого и каждого из этих людей взять на себя частичку этого груза, часть этого ответственности ради общей цели, и помогает тому, кто захромал, все какое-то время опять встать в строй, опять на себя ношу и дойти. И в любом случае, даже если он и хроман доберется, эта победа будет общая победа, и его также возвеличивают, потому что цель общая, цель общая, она является основой поручительства. как поручительство спуститься к товарищу, разговаривать на его языке, или чтобы все вместе потом подняться еще выше. Ну, я думаю, что работа в группе, она понятна, и одновременно из-за того, что мы находимся в физической близости друг с другом, мы думаем, мы знаем те вещи, которые любит каждый из наших ослов, ну, и так далее. Помимо того, мы даже выясняли, что мне, ну, в нашей группе, что мне нравится, и что я хотел бы, чтобы товарищи, когда я в подъеме, как они на меня должны быть, на что воздействовать. Товарищи, говорим, последние, в общем-то, мой вопрос к вам. Когда мы достигаем вот такого состояния над собой, соединяемся в нем, опускаемся и поднимаемся вместе, как бы дышим, мы создаем экран, как поршень, который идет вниз-вверх, вниз-вверх, мы перекачиваем тогда из своих эгоистических свойств в альтруистические свойства, еще желания, еще желания, еще желания, вот так мы работаем. Какой-то товарищ падает, мы вместе с ним идем вниз и поднимаемся, сами по себе тоже на всю группу, если приходит такое, в общем, постоянное вот такое у нас действие. если мы соединяемся между собой, и если между собой, когда мы соединяемся, мы улавливаем вот это вот намерение к наслаждению Творца. Для чего мы это делаем? Как хорошие дети относительно мамы, допустим. Вот такое состояние, когда мы соединяемся вместе и работаем вместе, оно называется малиновым шариком, давайте, может быть, называем его поплавок. Да, как-то, может быть, будет лучше. Малиновый поплавок, хорошо. Значит, мы должны все время в нем пребывать. Все время качаясь туда-сюда, неважно, куда нас несет, мы все время должны быть объединены и падать вместе, и подниматься вместе, и все время из нашего низшего состояния, из нашего высшего состояния все время быть вместе и с Творцом. Вот это и есть, в принципе, вся методика. Все остальное это только лишь ее, ну, в общем, какие-то разборки на элементы, на всевозможные случаи. Ну, в общем, как только мы соединились, как только мы чуть-чуть нашли контакт с Творцом, как только мы опустились и поднялись вместе, вот этот элемент, он является основой всего. Давайте мы его хорошо обговорим. что же такое быть на плаву? Вот, как находиться нам в этом поплавке? Куда бы нас ни несло, этот поплавок называется Таева, я не знаю, как, как Таева? Ковчег, да, ну и в ковчег. Этот, этот, с него начинается все духовное возвышение. Как только ты создал для себя вот это. Дальше все пойдет. Ну, давайте. Да, здесь, что самое, самое главное, я прям представил вот это состояние, состояние поплавка вот этого, да, это состояние группы, которая всегда находится на поверхности. Поверхность, вот так вот, как мне представляется, это связь с Творцом. Вот, идеальное постоянное состояние поплавка, это связь с Творцом. Он всегда на поверхности. И, причем, часть этого поплавка всегда находится ниже этого уровня, а часть всегда выше этого уровня. Соответственно, если группа получает Утяжеление, она немного опускается вниз, но она в любом случае всегда стремится к Творцу. И, собственно говоря, моя задача – это лишь подключиться к этому поплавку. Дать ему, как бы, я не знаю, не могу пока подобрать слово, но включиться в него, для того, чтобы это состояние, этот поплавок всегда меня вытаскивал, и всегда меня направлял именно на поверхность, на Творца. И вот эта вот мера моей включения в этот поплавок, вот эта чувствительность, которую я развиваю, можно назвать его аравуд, поручительством. И когда я включаюсь, я развиваю такие качества – забота, любовь. Но это всё делается ради, вот сказали, верхней части, для того, чтобы оно могло спуститься вниз и так балансировать. Всегда быть на плаву. Мне что-то представилось, коллода карт, в которой есть всегда три Джокера. Это три карты, которые бьют все остальные всегда. У нас на меня, конечно, одна. Самый главный Джокер – это связь с Творцом. То есть, на самом-то деле, мы со временем, с опытом, мы просто понимаем, что и падение, и подъёмы, и мысли, и желания – это всё его работа в нас. И эта работа прекрасная, и мы благодарим за неё. Мы просто переполнены чувствами от этой работы. И вот это осознание того, что это нет у наших действий. Это его работа, это его плавание, это его путь, это его прекрасное приключение. Это такой замечательный Джокер. Второй, уже сказали, группа. И третий, мне кажется, у Творца есть замысел. Этот замысел сбудется. Как сказано, много мыслей в голове человека, но замысел сбудется. Это замысел справления мира. И вот эта вот боль о мире – это то, что всегда оставляет на плаву любого, кто эту боль испытывает. Мне кажется, почему вообще изначально каждый человек попадает в состояние падения или отрывается от этого поплавка, это потому что, ну, на самом деле, каждый же хотел бы прийти к конечному исправлению. Каждый бы хотел прийти к абсолютной любви. Но ему кажется, что вот нужно что-то сделать, нужно что-то там в этом мире исправить. От чего-то убежать, к чему-то прибежать. Там даже, может быть, и в групповой работе, ну, когда человек падает в какие-то состояния, ему кажется, что-то нужно исправить. А вот это высшее состояние, мне так представилось, как сказал про колоду карт, про Джокер, да, мне представилось это как подарок Творца, который нам дал возможность быть рядом с ним вот в этом вот единстве. И, по большому счету, для того, чтобы там быть, ничего не нужно, кроме того, чтобы там быть. Для того, чтобы там быть вместе и радовать его создателя. И больше, по сути, ничего не нужно делать. И вот этот подарок, который покрывает все, абсолютно все суетные действия, дела, страхи, заботы, как будто что-то должен, или кто-то что-то должен, кто-то кому-то. Просто нам всем нужно подниматься туда, и все. Это такая точка, какая спасительная, действительно, как поплавок такой. И вот из любого состояния нужно просто вспомнить, что он есть, и выскочить туда. Поплавок держится на воде за счет стремления. Это то особый воздух. Этот союз, который запаял этот воздух в средине, и дает возможность ему утонуть. Пока существует поручительство, поплавок никогда не утонет, независимо от глубины силы тяжести. Тяжесть все равно исчезает, и подъем все равно будет такой же высокий, как и тяжесть. Только за счет поручительства, взаимной связи, поддержки, поплавок всегда будет наверху. Меня поражает РАФ своими определениями, которые попадают в десятку. Кажется, поплавок это десятка. Вот попал, я уверен, что он тоже много думал об этом вопросе. Как его, этот термин, обозвать? Все правильно сказали, это поплавок, это связь с Творцом. Связь с Торцом должна быть. Но это идеальное состояние. Все-таки мы видим, мы стремимся к этому, больше находиться связи. Но не всегда получается, иногда не получается. Но к этому нужно стремиться. Как, через чего связь с Творцом? Ну, наверное, через товарищей, через группу у нас происходит связь с Творцом. И именно вот эта связь, она не позволяет падать-то мы будем всегда, и без вопросов. Но именно вот с помощью вот этого поплавка в лице товарищей группы мы минимально сократим. Помня о Творце, естественно, коричной цели. Мы будем быстро выходить из этих падений. Ну, я бы хотел поговорить о свойствах поплавка. Почему он не тонет? Дело в том, что материал, с которого изготовлен поплавок, он принципиально отличается от того материала, в котором он не тонет. Вот постоянное поддержание его в таком состоянии, чтобы на него не нарастали всякие водоросли. Постоянное поддержание его в форме и даст возможность ему быть на плаву. И все-таки поплавка еще есть и грузила. И не надо забывать о том, что и грузила может где-то зацепиться там за какие-то корень. В общем, нужно смотреть за целостностью всей системы. То есть от того, что мы ее получили в таком исправленном виде, но наша задача поддерживать ее в таком же состоянии, тогда она и будет работать. Как держаться на плаву всем вместе? Ну, если добавить, это поручительство. Это постоянная забота. И независимо от того, что в какой-то части поплавка находишься, в верхней или нижней, это четкое понимание о том, что если в нижней, значит, сейчас ты делаешь это для всей группы. Если в верхней, значит, вся группа, все вместе мы должны делать это для нижней части, это чтобы поддерживать этот поплавок общий. Это поручительство, это постоянная забота о цели, о товарищах. То, говорим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Елки. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасно. Я надеюсь, что мы с вами начали ощущать немножко тот уровень, к которому мы должны прийти, которого мы должны достичь. Надо не забывать, что у каждого у нас ежесекундно будут всевозможные выходы из этого состояния и входы, выходы и входы. И вот именно благодаря чистоте таких вот соскоков и обратно входов каждого из нас и всех вместе мы и начнём постепенно-постепенно ощущать вот это общее наше пространство, пока оно не станет постоянно существующим, пока мы не будем в нём постоянно существующими. Это мы должны сделать очень быстро. И мы до сегодняшнего момента, сейчас с вами, на этом упражнении, которое прошли, говорили о себе, о нашей группе, о объединении между нами, о том состоянии, которое мы должны достичь, приподняться над эгоизмом, соединиться во взаимном поручительстве, ради взаимного поручительства, жертвовать как бы собой, это никакое не жертвование, не самопожертвование, но как бы так получается, что я предпочитаю желание и цель группы своим личным. Хотя мы понимаем, что тут личного ничего нет, это всё наводки Творца на каждого из нас, который даёт нам вот такого типа всевозможные отягощения, всевозможные срывы, проблемы и так далее, только лишь для того, чтобы над ними мы приподнялись, у каждого они свои, переживаемы по-своему, но мы должны все их собрать вместе, отталкиваясь от них и поднимаясь на уровень взаимного поручительства. А там мы соединяемся, соединяемся вместе, в правильном соединении начинаем ощущать потребность в более высшей ступени, то есть в Творце. Следующая ступень, наша следующая ступень, это и есть Творец. Вот таким образом мы с вами должны идти вперёд, каждый, кто падает, мы должны реагировать на это и тут же его приподнимать, держать всё время на плаву всех нас до достижения состояния поплавка и таким образом мы должны всё время подниматься, подниматься, подниматься. Это всё то, что касается наших состояний и того, чего мы должны достичь. Это относительно женщин, относительно мужчин, каждого в частности. Здесь, в этом состоянии, в общем-то, мы отрабатываем всё. Практически оно, если оно сделано, создаётся, то это, как мы с вами изучаем, есть три части хаббат-хагат-наи в духовном парцуфе. Так вот, эти три части, они уже затем только реализуются на более низких уровнях, более детально, и ничего там нового нет. Есть, но это уже просто большие проявления этого, что мы сейчас оговорили. Но, чего мы с вами не оговорили, это ведь интегральное воспитание масс. Потому как мы с вами, избранные, получили желание свыше для того, чтобы научиться связи с Творцом, раскрытию Творца, которое должно произойти перед всем человечеством. И оно подходит к необходимости следующего своего состояния. Природа двигает всё человечество вперёд. Но желание у них своего не возникает. И не возникнет. То есть придут к нам ещё там тысячи, может несколько миллионов, но это просто мизерная часть от всего человечества. Больше не придут. Потому что головная часть, она всегда такая. Она маленькая, как микропроцессор в компьютере, но она определяет и решает всё. А остальные части её реализуют. Эту микрочасть. Так вот, мы с вами, это микросхема. Но мы должны присоединиться ко всему человечеству, опуститься до его уровня, как мы сейчас говорили относительно товарищей, которые падают, опуститься до уровня человечества, начать с ними работать, понимая их, объединяясь с ними, находя соответствующий лексикон создавая соответствующий словарь, образы, примеры, всевозможные вот такие семинары и так далее. То есть, только на их уровне. у нас здесь существует, как вы знаете, большая группа, товарищи, которые этим занимаются, занимаются уже давно, и они с вами будут между моими лекциями заниматься вот именно этой проблемой, преподаванием методики возвышения для масс. Естественно, там совершенно на другом уровне, но, в принципе, одно и то же. Когда мы обучаем маленьких детей, мы их не учим чего-то противоположному. Ну, то есть, всё, что есть у взрослых, только на маленьком уровне, в простых примерах, в простых действиях, но для того, чтобы они тоже почувствовали в этом сближении между собой свой следующий желательный уровень. С ними мы должны общаться немножко по-другому, мы должны их подкармливать, мы должны им всё время давать что-то сладенькое. У нас происходит падение, подъёмы, всевозможные там раздраи такие в группах и так далее, и мы должны соответственно с этим себя укреплять. А у них нет. Они как маленькие дети, только лишь как медведик кормят там кусочком сахара в цирке, иначе он не сделает ничего, так и с ними, как и с маленькими детьми. Всё время на подкармливании таком. То есть, всё время притягивать, обнимать, подогревать, там, обслуживать. Ну, в общем, как с детьми. Но, всё равно, надо им объяснять эту методику в той мере, в которой они, в той мере, в которой они должны понимать её, чтобы быть соединёнными с нами. И вместе с нами уже подниматься. Мы их берём, как маленьких детей, в дорогу. Берёшь его и везёшь. Или он с тобой рядом, или даже на руках, или он бегает где-то рядом, но всё равно он под тобой, под твоим присмотром, не знает, не понимает ничего и не должен. Мы не должны от них ничего требовать, кроме одного. Если ты с нами, всё будет нормально. Такой выход должен быть от нас к широким массам. Вы этим будете заниматься с нашими преподавателями, МИВО, или, как это называется, интегрального воспитания. Может быть, придумаем с вами здесь новое название, какое-нибудь более такое понятное народу, интегральное, чего-то оно непонятно, что за интегралы тут происходят. Вот. Воспитание в интеграле, что-то... Ничего как-то... Нет у нас ощущения на такое слово. Так что давайте мы с вами послушаем, что они нам предлагают. Я лично тоже участвую вместе с нами, с вами. Частично отсюда, частично из своей... своего кабинета, но всё время вместе с вами. И я считаю, это необходимо всем нам и очень серьёзно. Мы не продвинемся вверх после создания нашего общего КЛИ до минимального уровня, а потом дальше нет. Потому что мы с вами получили возмущение, не возмущение, а пробуждение только лишь для того, чтобы вытащить за собой всё человечество. Поэтому надо относиться к этому очень серьёзно. В зависимости от нашего успеха с широкой публикой мы сможем подниматься. Если нет, они будут служить нам балластом и подняться не дадут. Так что попросим. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ